Здравствуйте! С вами программа «День города» и я, Марина Комиссарова. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Пожарная тревога. Службы и ведомства проверили, насколько детские лагеря готовы к чрезвычайным ситуациям. Море цветов. Полицейские поймали Рязанку, беспощадно разорявшую клумбы в центре города. Рязань как центр притяжения. Туристические потоки растут, городская среда подстраивается о новых и классических маршрутах в наших сюжетах. В последние годы крупнейшие заводы бьют тревогу. Масштабы производства увеличиваются и нехватка кадров – большая проблема. При этом желательно, чтобы пришел к работе не вчерашний студент, а человек, знакомый с практикой и готовый сходу включиться в работу. На подготовку таких кадров направлен проект Общероссийского народного фронта – профстажировка.рф. Сегодня в рамках круглого стола представители ОНФ обсудили проект с временно исполняющим обязанности губернатора региона Николаем Любимовым. Инженеры, слесари, операторы механических установок – вот самые востребованные профессии региона. Рязань всегда была промышленным городом, но сегодня на предприятиях и заводах не хватает специалистов. В перспективе 7 лет дефицит кадров составит 210 тысяч человек. Из них 73 тысячи – это молодые специалисты, готовые вносить в жизнь предприятий новую струю. Но устроиться на работу им не так просто. Больше всего, конечно, не хватает высококвалифицированных кадров. Это специалисты 5-6 разряд, инженеры, люди, которые могут работать с сложным оборудованием. И вот как раз здесь проблема, что работодатели не берут людей без опыта, а стажировка и преддипломная практика. Что это такое? Это фактически вход в профессию. Это первый опыт. И важно, чтобы, как это было и в Советском Союзе, как сегодня в развитых странах, важно, чтобы этот вход в профессию был по специальности, чтобы карьерный трек у молодого человека выстраивался правильно. Для решения проблемы активисты Общероссийского народного фронта создали портал профстажировки.рф. На нем может зарегистрироваться любой желающий, причем как студент, ищущий место для прохождения практики, так и выпускник вуза, которому не хватает опыта для трудоустройства. На сайте уже размещена 371 стажировка от 250 компаний. В первый месяц работы проекта на них откликнулись более полутора тысяч студентов. Стоит отметить, что портал всероссийский, поэтому подать заявку можно на любое предприятие Российской Федерации. Скоро на нем появятся и рязанские вакансии. Ребята учатся здесь, и стажироваться им тоже, естественно, просто географически лучше здесь. Для предприятий это важно, потому что они получатся уже более квалифицированные кадры именно здесь. Их не надо обеспечивать жильем, мне нужны дополнительные какие-то сфотопакеты по сравнению со своими работами. Я думаю, что две стороны, студенты и предприятия, они в данном случае должны быть в этом заинтересованы. Стоит отметить, что наличие молодых квалифицированных кадров сегодня становится решающим фактором для прихода в регион иностранного капитала. Поэтому свои идеи и опасения по привлечению специалистов высказали представители власти и крупнейших предприятий Рязани. Версий прозвучало много, в том числе было отмечено, что найти общий язык с новым поколением не так просто из-за смены системы ценностей. Это сознание, которое формирует, это сознание потребителя. А производственная сфера, она требует совершенно другой крайности. Нам нужны созидатели. То есть это практически мы, когда получаем студента, мы должны полностью не направить его желание туда-сюда, мы должны просто это сознание перевернуть. Проект профстажировка.рф – это лишь первая ласточка по привлечению молодежи к рабочим специальностям. Укрепление их престижа – вот основная задача, которую ставят перед собой авторы. Работать на заводе, быть инженером сегодня должно стать так же модно, как несколько лет назад юристом или экономистом. Только тогда мы получим по-настоящему сильную экономику региона. Сегодня прошла тренировка по эвакуации детей и персонала муниципальных лагерей при угрозе возникновения пожара. С развертыванием пункта временного размещения во Дворце детского творчества в рамках учений снимались с рейсов автобуса, засекалось время на их прибытие, размещение в них детей и персонала. Цель всего происходящего – реально оценить процесс. Подробнее Валерий Седов. От теплой погоды в лесах начался пожар. В Рязани введен режим чрезвычайной ситуации. Проводятся работы по эвакуации населения области. На место происшествия выехали оперативные группы. В администрации города развернут оперативный штаб. 9 часов 7 июня в одном километре западнее района Солодча произошел, произошел, обнаружен очаг пожара, лесного пожара, площадь 20 гектаров. Распространение огня происходит в сторону оздоровительного лагеря «Сказка», лагеря «Смена» и лагеря «Сток». Вследствие сильного задемления и угрозы жизни, здоровья детей, персонала, необходимо провести эвакуацию детских оздоровительных лагерей. Сегодня, 7 июня, проходит эвакуация сразу трех детских лагерей. Это «Сток», «Сказка» и «Смена». Услышав сирену, дети должны моментально на нее отреагировать. Вожатые воспитатели организуют их и приводят в точку сбора. Воспитатели строят детей и проводят перекличку. Важно убедиться, что все они на месте. После этого воспитатели докладывают руководителю структурного подразделения лагеря о результатах проверки. Четвертый отряд построен, все дети прибыли на место эвакуации. Всего надо вывезти почти 500 детей и около 200 человек персонала. Задача предстоит не из легких. Для эвакуации привлечены 8 автобусов автоколонны 1310. Все они сняты с маршрута и едут в лагерь «Сток». По приезду дети под руководством вожатых идут за территорию лагеря. Посадка начинается с самого младшего отряда, а после опять перекличка. Борисово, Бычково, Владсово, Баликжанино, Гаврилово. Колонна автобусов уезжает, и ее сопровождает две машины ДПС с включенными проблесковыми маячками. Эвакуация произведена, детей посадили в автобусы и вывезли в город. Теперь здесь осталось только эхо от пустых коридоров. Правда, автобус всего один, и едет он пустой. Тревога проводилась учебно, и дети вернулись к своим делам. Автобусы же поехали в пункт временного размещения. В случае реальной опасности, именно там дети смогли бы получить питание и предметы первой необходимости. Эти места – школы и гостиницы, договоры с которыми уже подписаны, и они оповещены. Отработка планов эвакуации проходит с детьми в первый день их пребывания в лагере. Под строгим надзором воспитателей и вожатых. Дети должны знать в лагере все действия, которые должны выполняться при пожаре. То есть, как они должны выбегать, как они должны строиться, как вожатые должны их пересчитывать, как они должны все стоять, передвигаться в автобусы. Дети должны все это знать. По ее словам, дети на такую тревогу реагируют спокойно. Старшие и младшие отряды четко выполняют отработанные заранее действия. Я думаю, что это правильно, что нас подготавливают к разным ситуациям. При пожаре нельзя волноваться. Если будет один раз такое случиться, мы уже будем знать, как эвакуироваться, и быстрее будет. Я собралась быстренько, я решила сразу с собой взять телефон, чтобы папе сразу позвонить. Вот. И я быстренько построилась, и мы прошли место сбора для эвакуации. Я считаю, что это правильно, потому что надо подготовиться к настоящей эвакуации. Сейчас жизнь в лагере течет своим чередом. Дети играют в подвижные игры, будто бы никакой эвакуации и не было. Но теперь все действия четко отработаны. Ведь, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Согласитесь, в нынешнем году работы по украшению улиц города цветами ведутся плотно. Вот только жители Рязани не всегда это ценят. Беспощадно разоряют клумбы, высаженные в общественных местах. Скорее, не подростки-хулиганы. Чаще всего это взрослые люди. В прошлую пятницу в отдел МВД России по Советскому району сообщили о пропаже саженцев тюльпанов из клумб на Первомайском проспекте. Кража произошла средь бела дня. В общей сложности было похищено более 2000 луковиц тюльпанов, которые ранее высаживала дирекция по благоустройству города. Сотрудникам полиции удалось найти цветочного вора. Сотрудники полиции провели мероприятия, в результате которых установили причастность к краже 67-летней жительницы города Рязани. Женщина была доставлена в органы внутренних дел для дачи объяснений. Сейчас по данному факту проводится проверка. Полицейские пытаются выяснить, что заставило 67-летнюю жительницу Рязани пойти на такое злодеяние. Дело бывшего архитектора Рязани о взятке направлено в суд. Наталья Харибутова обвиняется в совершении четырех преступлений, обозначенных в Уголовном кодексе как получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах. Преступление выявлено при тесном взаимодействии Следственного управления с МВД России и региональным управлением МВД в ходе расследования иного дела, находившегося в производстве следователей. По уголовному делу изъят и осмотрен большой объем документации, который подтвердил общее покровительство должностного лица в отношении вышеуказанного директора строительной организации. Под тяжестью собранных доказательств обвиняемая полностью признала вину в совершении инкриминируемых ей преступлений. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокуратуры области обвинительного заключения направлено в суд, где и будет рассматриваться по существу. В Рязани на улице строителей 16-летний подросток на шестерке въехал в дерево. В результате происшествия юный водитель, а также ехавшие с ним два сверстника для оказания медицинской помощи были доставлены в больницу. Что грозит молодым гонщикам и их родителям, расскажет Валерий Седов. Как говорилось в старом анекдоте, только в России при обучении на права инструктор спрашивает, есть ли у вас опыт вождения. Согласно российскому законодательству, любое транспортное средство является источником повышенного риска. От мастерства, опыта и профессионализма водителя зависит не только его жизнь, но и безопасность всех участников дорожного движения. К сожалению, случаи, когда за рулем родительской машины оказывается подросток или ребенок, не являются такой уж и редкостью, и правоохранительные органы обязаны на них отреагировать. В случае установления факта передачи родителями транспортного средства своим несовершеннолетним детям, данные родители могут быть привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в связи с чем на данных родителей налагается административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Административный протокол направляется в комиссию по делам несовершеннолетних, где ребенка могут поставить на учет. Такая отметка не проходит бесследно. Если он захочет в последующем поступить в военные учебные заведения, то будет направлен запрос в комиссию по делам несовершеннолетних, и тогда все тайное станет явным. Правда, подросток может и исправиться. Нередки случаи, когда за время постановки на учет ребята показывают себя с хорошей стороны. И тогда по ходатайству от учебного заведения, либо по решению комиссии, отметка об учете снимается. Но и для родителей такое правонарушение тоже не проходит бесследно. И уйти от руки закона не получится. До 18 лет они несут ответственность за ребенка. Также за данное правонарушение к родителям можно применить меры административного воздействия по статье 5.35 за надлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении совершеннолетних детей. Почти любой водитель считает виновником ДТП всех, кроме себя. Но если в аварию попадет ребенок, а тем более несовершеннолетний, то, к сожалению, ответственность за это лежит только на его родителях. В одном из частных домов в Рязани сотрудники уголовного розыска совместно с отделом Росгвардии обнаружили настоящий склад оружия и боеприпасов. Его владельцем оказался 36-летний рязанец, которому теперь грозит лишение свободы до 4 лет. Подробности далее. В поле зрения полицейских попал рязанец, ранее судимый за дачу взятки должностному лицу. Как стало известно оперативникам, он проявляет устойчивый интерес к огнестрельному оружию. Подозреваемого задержали, а при обыске его дома, расположенного в частном секторе Московского района города Рязани, сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов. В ходе санкционированного судом обследования полицейские изъяли в доме разнообразный набор запрещенных к свободному обороту предметов. Пистолет ПМ, два револьвера, изготовленные из сигнального и газовых пистолетов для стрельбы боевыми патронами. Пятизарядная винтовка ТОС-17, 180 патронов различного калибра для боевого и охотничьего оружия. Два снаряда калибра 30-мм, являющиеся осколочно-фугасно-трассирующими боеприпасами. Также оперативники обнаружили учебный гранатомет РПГ-26 с выстрелом к нему, учебную гранату и пулеметную ленту. Снаряды были вывезены на специальный полигон и уничтожены накладным зарядом сотрудниками отдела Росгвардии Паризанской области. Владелец арсенала заключен под стражем. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов», что наказывается лишением свободы на срок до 4 лет. На данный момент следствием устанавливается источник приобретения изъятых предметов и мотив, которым руководствовался фигурант. Полицейские пресекли преступную деятельность группы сбытчиков синтетических наркотиков. В результате проведенной спецоперации сотрудники УНК совместно с коллегами из ОМВД России по Московскому и Советскому районам задержали трех человек, занимавшихся распространением наркотических средств бесконтактным способом. В ходе оперативных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков установили личности участников преступной группы, которая являлась подразделением федерального интернет-магазина по сбыту наркотиков синтетического происхождения в Рязани. Задержание оперативники осуществили в Московском районе, когда подозреваемые на автомобиле ВАЗ-2110 перевозили очередную партию запрещенного вещества. Закладчиками оказались неработающие молодые люди 19-22 лет. При досмотре автомобиля полицейские обнаружили 54 грамма пластичного вещества. Также наркотики были изъяты у одного из фигурантов из стыняка в поселке Борки и в гаражном боксе на улице Северной, который служил местом изготовления и хранения криминального товара. Суммарно из незаконного оборота изъято 98 граммов синтетики. Установлено, что задержанные не только по найму работали на сторонних лиц, но и организовали собственный интернет-магазин. Часть наркотиков, которые они получали через тайники, злоумышленники присваивали, избывали рекламируя свои услуги путем рассылки информации через мобильные приложения. Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. На данный момент проводится расследование. Фигуранты взяты под стражу. Согласно прогнозам, в летние месяцы ожидается троекратное увеличение туристического потока в Рязань. Город древний, красивый, с богатой историей и культурой, и в последнее время изящно дополненный новыми интересными локациями. Не мудрено, что бюджетно провести выходные и в то же время выбраться из своих краев пожелают многие россияне, тем более, что наши земляки придумали массу новых интересных маршрутов. О том, что Рязань могла бы стать туристическим центром России, говорят давно. И надо сказать, последние годы гости из соседних регионов с удовольствием посещают столицу ВДВ, родину Сергея Есенина и место, где растут глазастые грибы. Так сказать, наверстывают. Рассматривают чудесный городок, который по задумке должен был войти в Золотое кольцо России. Но в связи с наличием секретных производств, военных училищ, привлекать потоки туристов в город негласно не рекомендовалось. Теперь же скрывать нечего, но и из того, что показать, осталось далеко не все. Скажем, еще десяток лет назад Рязань была центром деревянного зодчества. Сегодня же остались только отдельные экземпляры представителей памятников деревянной архитектуры 19 века. Были задумки сделать музей под открытым небом, целую улицу из таких памятников. Идею замяли, домики перемешались с новостроями, потерялись среди современных зданий. А те, что чудом выжили, в большинстве своем пришли в негодное состояние. Вот и выходит, что в последние годы главной достопримечательностью и чуть ли не единственной был Кремль. Сейчас ситуация кардинально поменялась. В Рязани у меня несколько тематических маршрутов, потому что, в общем, обзорная экскурсия, она такая традиционная, как вот, наверное, в любом другом городе, который затрагивает исторический центр. Но ведь помимо общей какой-то информации, здесь еще информация, которая просто в обзорность традиционную экскурсию не попадает. Это могут быть какие-то истории о личной жизни известных рязанцев. Может быть, какие-то страшные моменты истории. Еще какие-то тематические детские, в том числе, экскурсии. То есть, вот такие тематические экскурсии я и делаю по Рязани. Ну и по области, само собой, формируются маршруты, такие довольно нетривиальные. Маршруты в рамках проекта «Я вам покажу» разрабатывают такие же люди, как Ксения, прекрасно знающие историю каждого метра в центре и готовые рассказать массу интересного о тех местах, которые мы порой даже не замечаем. Подобные экскурсии будут интересны, пожалуй, не только туристам, но и жителям города. Много нового узнать доведется, уж поверьте. По Рязани мне очень нравится маршрут улочки и закоулки. Это маршрут, который затрагивает историческую часть города, но, как я называю, не парадную Рязань. То есть, та Рязань, которая не входит в традиционный обзорную, ту, которую, как стараются, туристам не показывают. Но, тем не менее, эта часть города тоже очень интересна, колоритная абсолютно, огромное количество интересных домов. Инициативные горожане, именно они разворачивают застойный период в сторону растущего интереса к городу. В пример приводим в очередной раз улицу Почтовую, согласитесь, получилось здорово. И напомним, без каких-либо движений со стороны властей. Насколько преобразилось пространство в районе Лыбецкого бульвара, и вовсе трудно поверить. Старый город, инициатива бизнеса, сегодня любимейшее место и для горожан, и для гостей. Сильно не хватает набережной, но и тут в скором времени все переменится. Проект преображения рюминых прудов превратит наш город во вполне себе интересный объект. Из ближайших, вот у меня 11 июня, будет экскурсия новая. Это у нас новый совсем маршрут, называется «Вода и дерево. Две стихии Мещерского края». Немало замечательного и в области. Константиново, городище Старая Рязань, музей деревянного зодчества в Лункино, Касимов с его древней архитектурой, музеями самоваров и колоколов Солодча. Все эти точки крайне привлекательны и интересны. Немало в облик рязанской земли внес некогда барон фон Дервис. Вот только сегодня судьба уникальных мест, появившихся на свет благодаря ему, складывается так, что туристическими дни центрами им не стать. Старожилово, конезавод, библиотека и другие постройки в упадке. Мы не раз подробно рассказывали о судьбе этих уникальных построек. Но ВОЗ и ныне там. И вскоре от конезавода останутся только воспоминания и руины на том месте, где могли бы фотографироваться гости города и проводиться экскурсии, конные выступления и соревнования, прогулки и многое другое. Замок барона, расположенный в Кирицах и известный как замок Золушки, возле которого так любили проводить сказочные фотосессии девушки в красивых платьях, влюбленные пары и свадебные кортежи. Теперь тоже недоступен для туристов. Территорию закрыли и объясняют тем, что она принадлежит санаторию и гулять тут не положено. На возмущенные вопросы, почему бы не перенести санаторий в другое место и не открыть замок для общественности, охранники на входе разводят руками. Стоит убрать отсюда санаторий, кто же следить за всем будет. Уже через год все превратится в руины. Как жаль, но доля правды в этом все-таки есть. На этом у меня все. До свидания. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ» 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 и ПАО «ВТ» и ПАО «ВТ» и ПАО «ВТ» и ПАО «ВТ» и ПА